Привет, я Юля, и в этом видео я расскажу, как мы с мужем и котом переезжали из Белоруссии в Литву, какие документы нужно собрать, пока вы еще не переехали, как перевозить через границу кота и как мы искали квартиру удаленно. Если после переезда в какую-то страну вы планируете получать вид на жительство, то вам лучше заранее получить справку об отсутствии судимости. Конечно, такую справку потом можно получить через посольство или консульство, однако учитывайте, что это будет дольше, так как документы будут испрашиваться в Белоруссии и дороже. Пока вы находитесь в Белоруссии, запросить такую справку гораздо проще. Можно прямо на сайте МВД через личный кабинет сделать запрос на нее, сразу оплатить. Все через Ерип. Стоимость там зависит от срочности и потом просто приехать ее забрать. Еще раз повторюсь, что эта справка о несудимости нужна, если вы планируете получать вид на жительство. И подробнее про то, как получить вид на жительство в Литве, я сниму еще отдельное видео. Также перед переездом я рекомендую апостелировать документы, которые вам понадобятся. Это могут быть дипломы в образовании, всякие свидетельства о рождении, о заключении брака и так далее. Апостелирование документов — это такая их легализация, чтобы документы, которые выданы государственными учреждениями в Белоруссии, признавались в других странах. Апостелированные документы признаются во всех государствах, которые присоединились к Гаагской конвенции. Поскольку Беларусь присоединилась к Гаагской конвенции, все документы, которые апостелированы в Беларуси, признаются во всех остальных странах, которые также присоединились к этой Гаагской конвенции. Их очень много. Сам апостелий выглядит вот так, и он проставляется на самом документе, либо пришивается отдельной страничкой. И для проставления апостели вам нужно обратиться в исполком, либо в МИД, либо в Министерство образования, в зависимости от того, какие документы вы хотите апостелировать. Там сверяют, что печати и подписи соответствуют тем людям, которые их проставили, и ставят этот апостиль. Ссылку на порядок апостелирования документов в Беларуси я оставлю в описании. Также из документов нужно было сделать страховки себе туристические и зеленую карту на машину, и сдать отрицательный тест на коронавирус. Когда мы готовились к переезду, вопрос о том, едет ли с нами наш кот Джинджер, не стоял. Стоял вопрос о том, как к этому подготовиться, и сейчас я расскажу подробно. Первое, у кота должен быть международный паспорт. Не книжечка о вакцинации, а именно международный паспорт. Он выдается только в государственной ветклинике. Я вот принесла сейчас с собой документы и покажу вам, чтобы все было понятно. Вот, они в целом выглядят очень похожи и легко перепутать. Вот это более темное, это ветеринарная книжка вакцинации и обработок. Такие выдают в любой ветеринарной клинике, когда вы приносите туда своего питомца, и ему выдают такую книжку и записывают туда прививки. Вот это более светлое, тут так и написано, ветеринарный паспорт животного. Ее выдают только в государственной ветеринарной станции, и приезжать нужно именно в ветеринарную станцию по адресу регистрации хозяина питомца. Странное требование, когда я пыталась записаться просто в ближайшую к тому, где я находилась, и мне сказали, что нет, нельзя, мы вам там паспорт не выдадим. И даже внутри они выглядят очень похоже, там информация вначале про владельца, потом описание животного, и дальше вот такие вот таблички, куда уже ветеринары вносят информацию про прививки, осмотры и все такое. И второе требование — это прививки. Должны быть сделаны все плановые прививки, там от бешенства и еще какие-то. Информация об этих прививках должна быть внесена вот в этот международный паспорт. В частной ветеринарной клинике, где мы коту ставили прививки, нам выдали с собой наклеечки, потом мы получили вот этот ветеринарный паспорт, вернулись в клинику, и нам именно ветеринарный паспорт поставили информацию о прививках. Третье очень важное требование — это обязательно у животного должен быть чип. И как нам объяснили в ветеринарной клинике, вакцину от бешенства и чип нельзя делать в один день, потому что там это вносится, и видно, в какую дату это все было сделано. Нужно хотя бы на следующий день принести и сделать вторую процедуру. Чип могут поставить в любой ветеринарной клинике, его там вводят такой толстой иголкой в холку. И если вы уже раньше чипировали своего питомца, то попросите в ветеринарной станции или клинике проверить, что этот чип не выпал, потому что такое тоже случается. Они там надевают на котика какой-то специальный ошейник, который считывает этот чип. И информация о чипе также обязательно должна быть в ветеринарном паспорте. Четвертое — это документы на выезд за границу. То есть вам нужно за день или два до выезда опять приехать в эту ветеринарную станцию, где вы получали паспорт. И там вам составят вот такую вот стопочку документов. Она тут на... На 10 листов. Эти документы вам нужно просто взять с собой и предъявить на границе. И стоила эта услуга около 17 рублей, по-моему. И пятое — на границе кота нужно было задекларировать как имущество. Декларацию можно заранее заполнить онлайн, либо прямо на границе. Там буквально две странички вам дадут образец, вы от руки их заполните. Там нужно заполнить информацию о хозяине, о самом животном и указать его стоимость. При этом, если котик у вас породистый, то на границе есть специальные инструкции, как эту стоимость определить. У нас Джин — самый обычный деревенский кот, поэтому стоимость мы определяли сами. И поскольку котика мы тут не планировали как-то продавать или что-то такое с ним делать, мы оформляли это как процедуру временного ввоза. И когда прошел тут срок, который мы тогда указывали, я написала мейл в таможню, что мы тут планируем находиться более долгий срок. Отправила им все сканы документов, и они мне прямо вот так вот на основании мейла продлили срок временного ввоза. Да, как оказалось, котика перевести гораздо сложнее, чем самим переехать. Когда мы столкнулись с вопросом поиска квартиры, у нас было две опции. Либо мы снимаем что-то на короткий срок на букинге, R&B, и потом тут ищем что-то на долгий. Это, наверное, было бы дороже, и означало, что после переезда, еще до того, как мы как-то бы освоились, нам нужно было бы ездить и смотреть квартиры. Поэтому мы сразу хотели найти что-то на долгий срок, чтобы приехать и уже не переживать по поводу жилья. Надо сказать, что год назад с поиском жилья тут было проще, потому что был ниже спрос. Сейчас очень высокий спрос на жилье в Вильнюсе, и найти квартиру довольно сложно. Кроме того, цены тоже сильно выросли. Мы искали квартиру на сайте Орлода Салте. Мы связывались с хозяевами, агентами по электронной почте в основном. Часто в квартиры, которые нам очень нравились, нельзя было въезжать с котиком или просили какую-то очень большую доплату за него. Но в целом было достаточно много вариантов, которые нам подходили по всем критериям, и мы даже могли выбирать. Но в итоге, как ни странно, мы остановились на квартире у хозяев, которых нам порекомендовали друзья, которые до этого жили в Вильнюсе. Эта квартира еще не была выставлена ни на каких площадках, потому что в ней шел ремонт, и у нас даже не было каких-то красивых, таких понятных фотографий. Потому что часть квартиры была в пленке, часть мебели была куда-то отодвинута. Но я просто пообщалась с хозяйкой, и у нас как-то сразу сложились хорошие отношения. По ее описанию мне все понравилось, и мы вот так согласились. И вот мы уже больше года живем в этой квартире, и нам все нравится. И на этом все. Надеюсь, что наша история переезда будет кому-то полезна. И если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии. Я все читаю и стараюсь отвечать. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Тут я рассказываю про путешествия в ковид и жизнь в Литве. И в следующем видео я расскажу про первый год жизни в Литве, про литовский язык, с какими трудностями мы столкнулись, и всякие бытовые вещи, которые немного отличаются. Желаю вам хорошего дня, приятных и беспроблемных путешествий. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok